Добрый день всем. Я так понял, меня уже слышно, то есть вопрос как меня слышно отпал. Собственно, чем я сейчас занимаюсь, каким я потом хотел поделиться. Есть много разных туториумов по анимации, которые складывались за последние три года с первого свифта и некоторые из них уже требуют восьмого экскода, чтобы перекомпилироваться. Я решил собрать их все в одном workspace и в одном гите, чтобы по гит-history смотреть по крайней мере каждую тему в отдельности, какие ключевые куски кода эта тема требует для того, чтобы показать, например, студенту или самому вспомнить, когда нужна просто UI view в анимации, когда нужна фрейм анимация, когда нужна еще какая-либо анимация. И вот, собственно, сегодня я хотел расширить свой опыт по запуску всех анимаций с Rayvander Lynch'а, туториалов. Как по мне, это один из лучших порталов для изучения свифта, ну и не только свифта, вообще мобильной разработки. Итак, собственно, самый простой пример анимации, который обычно все начинают использовать, это возможность запускать UI view в анимейшн блок с запуском ключевых изменений либо фрейма, либо центра, либо лояута, внутри блок анимация. Сейчас у меня здесь при переключении версии Xcode завис. Одну минутку. Итак, первый пример, состоящий из... Сейчас, прошу прощения, куча Xcode запущена была в том числе и, если не ошибаюсь, 8-й. Итак, наконец-то лаунчинг первого фрагмента кода. О, наконец-то лаунчинг. Что здесь имею? Здесь имею спринтовскую анимацию с движением view, fade in, fade out анимация и... И, собственно, код, который обеспечивает данную анимацию. Все. Я прошу прощения, но вот в таком формате можно показать, что изменяет код. Итак, для того, чтобы обеспечить анимацию в перемещении, необходимо менять какие-либо параметры внутри анимационного блока. Всего таких у UI view в анимации несколько. Animation with duration, animation with duration и опциями, которые позволяют использовать массив опций изменения. Изменения линейные. Возможность разрешить юзер интеракшн по нажатию. Если в первых свифтах здесь был бинарный сепаратор, когда через операцию логического или использовалось, то сейчас в текущем версии свифта мы используем либо один объект, либо массив этих объектов. Ну вот, в частности, первый пример, где разрешается нажатие на юзер интеракшн на объект и при этом перемещается сам объект на выходе с ускорением. Все, что у него изменяется, это его текущие позиции view, которые просто определяют его положение на экране. Для того, чтобы обеспечить ротацию данного view, это уже второй вид анимации, базирующая на эффекте корографика. Если заглянуть, что такое анимация, то анимация это изменение параметров объекта во времени. Соответственно, изменение во времени обеспечивает нам метод animate или метод delay, если мы будем использовать классы без параметра delay. А параметры, которые мы можем менять, это положение в пространстве, трансформ, центр, фрейм, скейл, ротейшн, бэграунд коррл, альфа. То есть, ну в целом, вот эти вот параметры, которые можно изменять внутри анимейшн блока. И второе, если понадобится сделать более детальную анимацию, то уже пишут не внутри UI animation, а переходят к более, как это сказать, анимейшн объектом. Собственно, после того, как пользователь анимирует UI вьюшные элементы, второе, что он может анимировать, это package list, storyboard, constraints, либо созданные в оперативной памяти, либо созданные в storyboard. Но тут есть один нюанс. Можно изменять только концентрованные constraints, а масштабируемость кейлайбл constraints необходимо пересоздавать заново. Это можно рассмотреть на книге по анимации на портале Рейна Андреевича или на его видеокурсах на примере package list. Я прошу прощения. Кому-то это интересно слушать, у меня, по-моему, не получается докладывать. Ты че, можем продолжить, я не знаю. Ну, это... Мы можем проглянуть эти все твои визы. Но мне цікаво. Все-таки, я бачу, ты забрал достаточно багато заториалей. Доброе. Потому что я просто... Да, нормально. Переключал... Ничего страшного, я думаю. И оно все перезапускалось, только Xcode, ну, иногда виз. Доброе. Фух. Давай, жми. Тогда перейдем к constraint animation, constraint... К анимациям на основе изменения constraints. Принцип тот же самый. Мы находимся внутри блока animator, но при этом мы меняем какие-либо параметры по константам за пределами блока. А внутри блока сообщаем, что мы хотим сделать layout if need, тем самым приводим к анимированному изменению объекта. То есть я просто стоялся на мысли, что до этого я вам показывал пример package list, а код показывал техника. Поэтому, собственно, просто, чтобы сделать шаг один назад... Окей, а ты не дослеживаешь эту штуку layout if need? Как оно впливает на продуктивность, если достаточно часто эта штука будет вызвать? Воно, скажем так, не впливает негативно на продуктивность, бо ее можно вызвать в всех будь-яких местах, но проблема в том, что... Это только когда мы меняем какой-то constraint, он выставляет параметр layout if need. Но проблема не в том, что если у нас деколька анимаций, то при накладывании layout if need происходит эффект с тем, что у нас может, например, кнопка переместиться во время перемещения по анимации. Лочит свои property и touch-зона остаться на том месте, где была кнопка до этого. Или, в частности, вот если посмотреть на пример, который у Реверн Дерлинча возникает, то текстовый объект лочит свои размеры, а перерисовывается уже после анимации. Это можно легко увидеть. То есть проблема не в том, что он перфоманс русит, а в том, что накладываются разные... Лоялт их нет пересчитывается по состоянию на момент запуска. И во время анимации лочатся параметры анимируемых окон. Так, вот эту фрагмент нам сейчас понадобится. Вот что я хотел... То есть, в частности, рассматривается тот пример, когда... Величина текста будет различная для вмещения в текст, но пересчитываться размер лейбла будет внутри анимации по факту окончания самой анимации. То есть, если сделать один из текстов чуть длиннее... Или же привязать по constraints... Ну, такой эффект был замечен, когда кнопки привязывался constraints к объекту, который двигался, то область нажатия или область отображения... Ну, тут чуть-чуть текст происходит... Если нажать command-t для более медленной анимации, то будет заметно. Да, вот что анимация прошла, а текст не вместился. Соответственно, это неудобство этого метода. Он просто в написании кода, но если надо отменить анимацию, если надо ее перезапустить, если надо запустить ее с какого-то момента, когда была нажата на паузу, или если банально надо держать в уме, как пересчитываются сейчас все эти лоялты. Поэтому вторым способом по созданию... По более усилению анимации используется тоже UI animation, но при этом с keyframe, что позволяет использовать сгруппированные, скажем так, анимации. То есть, если я возьму... Примерно keyframe... Сейчас я выберу тот фрагмент кода, который к ним относился непосредственно. А, рано. Ну, собственно, немножко по коду. Если есть constraints с анимацией, с перемножением, а не просто с присвоением константы, то такие constraints необходимо... Вот. Такие constraints необходимо пересоздавать, деактивировать старый, активировать, присваивать существующий... Ну, можно по идентификатору или по аутлету присваивать новый constraints и при этом с новым значением. И при этом поле activated true, собственно, произойдет, по сути дела, setter по замене constraints и по пересчету autodayout с constraints, если в нем используется multiplier. То есть, вот этот нюанс, который на constraints с константами не замечаешь, ну, привыкаешь к ним работать. Когда пытаешься изменить просто масштаб через multiplier, то наталкиваешься на нерабочесть. Ну, на самом деле, это stackoverflow, ну, паттерн состоит из того, что деактивировать, активировать, а между ними создать новые с необходимыми тебе параметрами. Теперь, собственно, по keyframe. Так. А, я, наверное, command-t включаю медленную анимацию, но... Вот. Собственно, что позволяет keyframe. Первое, они позволяют не высчитывать разные позиции для объектов, а задавать последовательность анимации с временным параметром. То есть, вот это вот движение самолета, это, по сути дела, несколько анимаций по... Загруппированных в один фрейм. Сейчас по коду. Собственно, выглядит следующим образом. То же самое, как и и нет. Только внутри можно менять не constraints, а формировать frame, внутри которого, собственно, происходят те же самые операции. То есть, чтобы не... Ну, вот, как бы, возвращаясь к вопросу о эффективности использования пересчета автолаяута, если необходимо сделать несколько анимаций, то для этих целей используется... Группировка разных анимаций с разным тайм-интервалом по keyframe и... Что, собственно, позволяет делать более кастомную анимацию внутри еще UiView, то есть еще не используя Core Animation как таковой? Можно запитание? Да, да, да. А ты пробовал? Ну, есть ограничения на максимальную количество, это... ...at keyframe? Ну, я бы, ну, конкретно в этом случае, это бы там... А вот максимально, мы там... ...10, 20, 100. Я... ...ммм... ...на кейфрейм, ну, на... ...цема примеру не пробовал, но когда... ...в Кокос 2D... ...как бы накидывал... ...это... ...ну, анимации по кількости, то... ...вони дуже залежали від девайсов, ну, то есть немало кількості, є... ...топовий девайс и минимально допустимый девайс, на котором это запустится. Тобто я думаю, это... ...залежит... ...виключно от того, який у нас девайс. На жаль, я ці... ...семпли, вони подшиты, как... ...Рейвендер Нейдж Команда, а... ...мой особистий, как бы... ...девелопер профайл... ...происпаривался, у меня там была звездочка... ...профайл для подписи любых игр. Ну и, собственно, служебными, я их не запустил на служебных девайсах. Именно эти программы. То есть, ну... А на симуляторах... ...проверять... ...тормознутость по количеству, я думаю, бессмысленно, поскольку... ...может быть, инструменты что-то и покажут, но... ...это будет фейковый показ. То есть, необходимо... ...и инструменты... ...и вообще проверку делать на... Ну, например, если здесь десятая ось, то на iPad mini Retina. То есть, первый минимальный возможный девайс, который... ...потянет... ...десятую ось и третий Swift. Окей. Вот, собственно, из данного... ...примера тут уже появляются... ...не хочу никуда переключаться. Опять Xcode вылетит. Сейчас... Ну, собственно, да. Все групповые анимации, когда необходимо сгруппировать несколько... Вот... Анимация вот такого вида, как на этой кнопке... ...происходит при создании одного view, анимировании его... ...и удалении... ...после того, как исчезнет... То есть, идут парные анимации... ...временный view, в который появился... ...и временный view, в который исчезает... ...что позволяет сделать не только fade-in, fade-out или scale анимацию... ...а исчезание... ...вместе с появлением уже нового элемента анимации. Так... Вернусь к своему примеру... Просто изначально я думал запустить два Xcode, два симулятора с старой версией билда и с новой версией. Тем самым... ...по коду отслеживать... ...изменения... ...что приводит к каждому изменению. Но не учел, что Xcode... ...лочит и при... ...перезапуске предлагает... ...сохранить... ...сохраненные в памяти файлы... ...говоря, что они изменены в третьем редакторе. И тем самым... ...затирает то, что я пытался сделать... ...через Source Strip. Чем интересен пример... ...что можно... ...чем интересен пример Begin Hook... ...здесь рассматриваются... ...анимации между view-контроллерами. То есть... ...все те же операции, которые мы делали под... ...вьюшками... ...можно кастомизировать для view-контроллера. То есть добавлять Spring-эффекты... ...добавлять... ...фреймовскую анимацию... ...ну и кастомизировать. Собственно... ...сейчас... ...одну минутку... ...покажу этот фрагмент кода... ...так... ... ...собственно... ...вот... ... ... ... ... ... ... Особенность под анимирование под view-контроллер, что имеется контейнер context и у него есть контейнер view, внутри которого находится собственно и view-контроллер, который будет анимироваться. Для реализации этого подхода необходимо на view-контроллере добавить протокол и реализовать методы апер и дизапер, как производить анимацию, то есть какой аниматор или анимацион-контроллер будет производить эту анимацию. А соответственно уже у самого контроллера реализовать методы по анимированию появления view-контроллера. По самому коду анимации тут он ничем не отличается от анимации обычных view-контроллеров. Тоже можно внутри view-контроллера анимировать, реализовывать. Главное, чтобы все было обернуто внутри контейнера view-контроллера, который будет это применять не к конкретному view-контроллеру. Ну и последним хорошим примером того, как, собственно, не писать код с километровыми блоками на анимацию является работа, собственно, с самой корой анимации, когда анимации заворачиваются внутрь анимированных объектов и эти анимированные объекты, соответственно, можно использовать для многих блоков. Блоков одновременно. Вот, собственно, по последним я хотел бы пройтись с переключением версии. Так, перешел я в хэд. Вот у меня есть мой view-контроллер, в котором, собственно, есть набор окон. И все элементы на этом окне будут сейчас анимироваться при помощи коро-анимационных объектов, которые упростят код и его написание. То есть, ну вот, есть объекты. Сейчас, в данный момент, все три объекта двигаются при помощи одного фрагмента кода, который обеспечивает их анимацией. А именно, создается один basic animation объект, как, собственно, раньше делалось в KocosVDX, когда создавалась одна анимация. И происходили эти анимации, добавлялись уже к layer уровню, тем самым обеспечивая более качественную работу. Опять же, этот пример не просто, ну, как бы, позволяет писать более короткий код. Например, если мы хотим corner radius, то есть, скругление, проанимировать, то тут проблема в том, что у нас эти объекты не были, ну, в частности, радиус, не представлены на вьюве, и внутри вьюв анимации их проанимировать, что менять, что не менять, его внутри блока UI view animation. До 11 оси невозможно было проанимировать эти объекты на уровне вьюва, нужно было по-любому писать анимационные, ну, такие вот, использовать core animation анимации. Опять же, смена цвета тоже базируется на том, что у нас появляется анимация, которая следит по ключу за property, и точно так же, как до этого, анимации по движению добавлялись на layer и выполнялись, точно так же происходят какие-либо операции с данным объектом. Функция delay используется для нескольких случаев, в частности, если у нас нету в параметре, как у UI view animation был параметр delay, нам необходимо обеспечить какую-то задержку, ну, банально у нас появляется эта же операция, возможность включить любой блок по времени. Собственно, перезапуск. Пока анимируется, я сейчас гляну, быстренько. То есть, меняется бэкграунд color, чего нельзя сделать было на view в лейере, потому что мы могли изменять opacity, но менять цветовую палитру не получалось. Теперь, чтобы обеспечить временное разнесение, необходимо просто нашему объекту, который мы использовали, обеспечить разное движение по времени, тогда каждый элемент может, хотя они не используют один core animation объект для анимирования себя, но могут быть разнесены с разными тайм-интервалами и фреймами. То есть, как бы, просматривая вот так несколько примеров с раду, можно заметить, ну, да, проще было сделать UI view в animation block, когда нужна легенькая анимация. Но как только анимация становится чуть сложнее, чем просто изменить размеры тамбара, то тут уже лучше переключаться на код по core animation, поскольку любые накладные расходы экономятся при помощи кода, который потом пишешь для того, чтобы анимировать объекты. Как я говорил, произошла анимация, которую, собственно, я и хотел продемонстрировать. Ну вот, напомню, что все три вот эти элемента двигались слева направо при помощи одного и того же фрагмента кода, который их перемещал. А теперь, чтобы добавить тайминг, появляется просто у этого core animation объекта, поле begin time, после смены мы его заменили, заменили, заменили. То есть, повторное использование одного и того же объекта памяти после того, как он уже ушел в анимационный цикл леера предыдущей вьюшки. Опять же, возможность сгруппировать несколько анимаций в одну группу, тем самым облегчая возможность формирования пошаговой анимации, как у нас было в случае с фрейм, анимациями, когда перемещался самолетик по разным направлениям, вращался. Так, ключевым в группировании является... Все анимейшн группа, только, по-моему, я закоммитил его неправильно. Сейчас. Ну, собственно, главный месседж этого показа был показать, что есть два подхода. Первый еще с iOS 7 по возможности анимировать через блоки UI View Animation. Пусть в свифте меняется немножко сигнатура этих методов. по синтаксису. Ну, а второй, использовать Core Animation объекты для более качественной и быстрой... и более красивой анимации. Более маленьким фрагментом кода, скажем так. У меня, пожалуй, все. Извините, получилось скомкано. Если кто-то дожил до конца... Дожил до конца. Благодарю тебя за сегодняшнюю презентацию. Вот... А вот... Спасибо.